Девушки отдыхают Общество знаний не наукаенкое общество. Построение информационного общества это не модернизация. Модернизация, что понимает Путин под модернизацией? По его текстам это, повторяю, не вполне ясно. А вот из текстов Медведева у развития ясно, что Медведев понимает модернизацию как глубокую комплексную всестороннюю трансформацию общества. В принципе, это так и есть. Но только речь идет об очень определенной трансформации, а не о любой позитивной трансформации вообще. Перенимая эстафету Путина, Де Медведев еще более прочно связывает два блага модернизационную трансформацию и переход России к экономике и обществу знаний. Но, к сожалению, связи-то такой нет. По крайней мере, нет никакой прямой связи. Надо провести модернизацию. Опомниться, мобилизоваться на новое, совершенно другое усилие. И перейти от модернизации к построению общества знаний. Это один, наиболее классический путь. Можно, конечно, выбрать другое и прыгнуть через ступень. Но для того, чтобы так прыгнуть, нужна уже не просто мобилизация, а супермобилизация. То есть прорыв в полном, мобилизационно-трансцендентирующем, смысле этого слова. Насколько я понял, из имеющихся гласных и окологласных суждений касательно желаемого, предполагается нечто другое. Инвестиционная политика, способная сотворить чудеса, инвестиции во что? В имеющиеся? Ведь для создания качественно новых структур, обеспечения места внутри имеющейся старой системы малоинвестиций. Мобилизационная политика нужна, а не инвестиционная. Что же касается инвестиций, то, ну, предположим, что инвестиционные адреса будут определены правильно, а это не гарантировано по понятным причинам, что деньги дойдут до адресатов. Это еще в меньшей степени гарантировано. Предположим, повторяю, все наилучшее. И что? В принципе, конечно, возможен и подобный подход. Но мне представляется, что он возможен не в большей степени, чем подход, при котором автомобилист решит превратить автомобиль в самолет с помощью наращивания мощности двигателя автомобиля и увеличения его скорости. Самолет это не сверхскоростной автомобиль. Хотя на некоторых гоночных автомобилях стоят моторы от самолетов. Самолет это другой тип техники, основанный на другом принципе. Вот так и общество знаний, иначе информационное общество, с индустриальным обществом. Это не улучшенное, особенно у Каенко индустриальное общество. Это общество с другой классовой структурой, другими мировоззренческими основаниями, другой встроенностью в оставшийся на предыдущей фазе развития мир. То же, что предлагается в виде соединения модернизированной промышленности и знания, это не общество знаний и не экономика знаний, а нечто другое. Может быть, и вполне достойное на другое. И все было бы ничего, если бы Россия была одна на планете. Или ее окружали бы не конкуренты и враги, а предельно доброжелательные соседи. Но поскольку это не так, то пока Россия, неадекватными, как мы убедились, средствами, будет пытаться соединять улучшенную индустрию со знаниями, рядом с ней будут сооружать настоящую индустрию знаний. Чем чревато непонимание российской властью разница между наукаенко индустрией, 50-е годы 20-го века, индустрией знаний, 50-е годы 21-го века? Тем, что Россия, причем еще до момента полноценной реализации индустрии знаний ее противниками и конкурентами, может оказаться в положении туземного государства, вынуждена выдавать отпор армии, вооруженной пушками и пулеметами, с помощью стрел, копий и дроутиков. По губности унизительность такого исхода диктует необходимость тактичного, но настойчивого указания на то, что экономику знаний, а также общество знаний, поскольку одно без другого не существует, нельзя извлечь из процесса модернизации, предполагающей индустриализацию. Что общество знаний это не общество модерна, а качественно другое общество. Что дело тут не в технологиях, не в научных открытиях, не в типе станков и не в соединении одного с другим. Дело в структуре социума и, в каком-то смысле, в антропологических изменениях, порожденных этой новой структурой. Дело также в том, что переход к обществу знаний может быть осуществлен на основе разных социогуманитарных принципов антропологии. А также на основе разных метафизик и так далее. И что сейчас идет борьба за то, какие принципы возобладают. Если возобладают одни принципы, то на Земле будет построен очень продвинутый и тонко организованный яд. А значит, надо, чтобы возобладали другие принципы. Но для того, чтобы они возобладали, необходимо, причем немедленно, дезавуировать монолитность того, что именуется обществом и экономикой знания. Необходимо показать, что под оболочкой одного понятия кроется несколько разных обществ и разных экономик. Но как это сделать, если скомпрометированы беспощадно-справедливые построения, связанные с безальтернативной спасительностью двух одновременно воплощаемых фундаментальных идей, идеи нового гуманизма и идеи нового человека? Как это сделать, если ложные и ни на чем не основанные запреты на построение рай на Земле и открывают дорогу к построению на Земле полномасштабного трансгуманистического ада, очень продвинутого ада, именующего себя то обществом знаний, то по человеческим обществам? Как это сделать, если обычное человеческое общество и впрямо оказывается несостоятельным перед лицом новых вызовов и единственной альтернативой обществу, основанному на формуле «Человек плюс трансгуманизм» является общество, основанное на формуле «Новый человек плюс новый гуманизм». Недостаточность в том, что касается феноменологии будущего, сочетается с недостаточностью в том, что касается феноменологии настоящего. Оставим даже в стороне вопрос о посоветском регрессе, хотя он-то является основным. И все же рассмотрим более частный, но тоже крайне важный, а главное совсем очевидный, вопрос о том, какую страну мы строим. Ведь не можем же одновременно строить, образно говоря, страну как телегу, страну как автомобиль и страну как самолет. Страна как телега это великая энергетическая держава, заявку на построение которой мы еще недавно делали. Можно подробно описывать то, какой замечательной будет эта телега. И почему телега лучше вид транспорта. Но нельзя не отдавать себе отчет в том, что великая энергетическая держава это телега. С колесами из титана, на наважение, биотехнологической лошадью и так далее. А также с термоядерным пулеметом, эх, таченко-растовченко и так далее. Страна как автомобиль это страна по дискину. Развернуто спорить по поводу реализуемости его модели модернизации значило бы фактически изменить взятым на себя исследовательским обязательством. Поэтому, еще раз зафиксировав свои симпатии по отношению к подобной модели, ну, кому не хочется жить при модернизации, свободе, модернизироваться, не отказываясь от социального иного комфорта, я еще раз выражу и сомнения в осуществимости подобной модели. А дальше перейду к главному. К тому, что даже если эта модернизация будет осуществлена и все позитивы, предложенные дискиным, реализованы, то это все равно будет автомобиль, а не самолет. Может быть, это будет Ауди. Может быть, даже Феррари. А может быть, Лаги намерен не осуществить сверхмягкую модернизацию, превратят имеющуюся телегу в груду тельсырья. И кто-то потом этим тельсырьем полокомится, отделив титановые колеса от термоядерного пулемета, она навожает биолошади. Но самолета не будет при любом раскладе. А уж космического корабля тем более. Поскольку никогда до конца не знаешь, кто в какой степени понимает метафорический язык, то оговорю для тех, кто не понимает. Телега, автомобиль, самолет, космический корабль – это в данном случае не название изделий, а метафоры, с помощью которых я фиксирую наличие качественно разных цивилизационно-технологических уровней и систем. Зафиксировав же, утверждаю, что при самом благоприятном варианте, который вовсе не гарантирован, а по мне, так и невозможен, страна мечта, который описал Дискин в своей книге «Прорыв в виде продукта, предлагаемый им мягкой модернизацией, это именно автомобиль, и не более». И все понимают, что это будет автомобиль. В том числе и сам Дискин. Вывести телегу на уровень самолета или, тем более, космического корабля может только мобилизационный прорыв. Приношу извинения Иосифу Дискина по поводу того, что все время противопоставляю мобилизационный прорыв его прорыву, в котором нет места мобилизации. Но надо как-то преодолевать эту сомантическую неоднозначность, имеющую весьма серьезные стратегические последствия. И только потому я еще раз спрашиваю, почему мечту об автомобиле, мягкая модернизация, надо называть мечтой, как минимум, о сверхзвуковом самолете, прорыв? Понимаю, что мечта о мягкой модернизации автомобиля обусловлена множеством социальных и политических причин. Но, увы, это мечта с опозданием на столетие. Страна как самолет это общество знаний. Вроде бы, Путин и Медведев говорят об этом. Но вынуждена говорить, если на успешность сверхмягких способов проведения модернизации, создания автомобиля по дискину, есть хоть какие-то шансы, например, одна тысячная, то на успешность сверхмягких способов формирования качественно новых технологических укладов, создания самолета, космического корабля, шансов нет вообще никаких. А главное, что же все таки мы хотим строить? Все сразу строить невозможно по множеству причин. Нельзя согласовать приоритеты и нормы, нельзя распределить ресурсы, нельзя согласовать интересы, в конце концов. А уж ценностит и подать мне. Нельзя согласовать институциональные преобразования, социальные опоры. А значит, и политические конструкции. Строить все сразу, а это значит не строить ничего, но говорить обо всем. Потом изумляться. Как это так? Говорим много лет, а ничего не получается. И снова говорить обо всем. Но ведь пока говорится обо всем, и ничего не строится, накапливаются издержки регресса. В итоге они разрушат страну и власть. Причем не в каком-то там исторически обозримом будущем, а очень-очень скоро. Я уже обратила внимание на то, что страна телега, страна автомобиль, страна самолета, разные социумы. В каждом из этих трех социумов политика реализуется в соответствии с их социальной, классике сказали бы укладной или даже формационной, спецификой. В великой энергетической державе, она же страна телега, политика реализуется с опорой на сырьевой, низкотехнологический капитал. В модернизированной стране, страна автомобиль, политика реализуется с опорой на высокотехнологический, а не сырьевой, капитал. В стране, чье общество является обществом знаний, Страна самолет, политика реализуется с опорой на посткапиталистические группы, на ритократию, нитократию, какого-нибудь другую кратию, хоть да и больше, в зависимости от варианта общества знаний. На что собираются опираться наши политики? Собираются ли они, переводя страну из одного качества в другое, менять отборные группы? Ведь даже умеренный и прагматичный Иосиф Дискин все-таки напоминает им о том, что в какой-то форме это придется сделать. Нет смены политической стратегии без переноса политической опоры с одной группы на другую. И нельзя перенести политическую опору с одной группы на другую без того, что называется политическая борьба. Можно, конечно, раздавать всем сестрам по сергам, но тогда не надо изумляться, если вдруг под мечтой самолете у тебя развалится телега. На какую группу собирается опереться Дмитрий Медведев? В анализируемых нами текстах есть ответ на этот вопрос. Причем достаточно внятный. Уже после 10 декабря 2007 года, когда он был выдвинут в президенты, Дмитрий Медведев выступает на 11 гражданском форуме роль гражданских инициатив в развитии России в 21 веке. Это происходит 22 января 2008 года. Гражданский форум в качестве площадки выбран не случайно. Что же до самого выступления, то там Дмитрий Медведев включает тему развития в то, что постмодернисты назвали бы транссиматическим конфигуратором, в котором находятся места для совершенно других тем. В своем выступлении на втором гражданском форуме Дмитрий Медведев, в частности, говорит, полностью согласен с нашим президентом, который сказал, что лимит на революции гражданские распри России исчерпало в прошлом веке, главное для развития нашей страны это продолжение спокойного и стабильного развития. Необходимо просто десятилетия стабильного развития. То, чего наша страна была лишена в 20-м столетии. Десятилетия нормальной жизни и целенаправленной работы. А дальше Медведев заявляет нечто, никак не совпадающее с его годичной давности, статьей, где говорилось о переходе от стабильности к развитию. Теперь он говорит, по сути, ведь все, что делалось в стране в последние 8 лет, имело цель удаться России длительную перспективу успешного развития. Медведев, правда, оставляет некий зазор, заявляя, что делавшийся имело целью не развивать, а дать перспективу развития. Можно потом сказать, что делавшийся было фантастически нужной стабилизацией. А теперь наступает новая фаза-фаза развития. А значит, нужны новые кадры, новые курсы и так далее. Но, в любом случае, Медведев января 2007 года менее осторожен, чем Медведев января 2008 года. Хотя политическая логика и логика интриги должны бы были продиктовать обратное. Тут важно, что до Медведев выступает на втором гражданском форуме почти вплотную к выступлению В. Путина на расширенном госсовете. Эти выступления отделяет чуть более двух недель, 22 января форум, 8 февраля госсовет. Путинское выступление на госсовете при этом аллегорически можно соотнести со строчкой с Евгения Невкина. Майор. Сказал Евгений Грозно. Что можно еще по этому поводу сказать? Что сказано, конечно, грозно, но поздно. Ибо после выступления Путина со своей стратегией развития на этом самом госсовете Медведев выступает в Красноярске на пятом экономическом форуме. Это происходит через неделю после госсовета, 15 февраля 2008 года. Медведев говорит, часто в нашей истории бывало так, что, как только страна, что называется, расправляла крылья, мы безответственно втягивались в военные конфликты. Или на нас обрушивалась революция. Но история все-таки нас чему-то учит. В частности, тому, что нельзя быть безразличным к своему будущему, и сегодня для нас крайне важно стабильное поступательное развитие. Налицо опять же трансконфигуратор, любимое детище постмодернизма. Развитие становится и стабильным, поступательным, и отторгающим революционность, и несочетаемым с втягиванием в конфликты, и покаянно обучающимся на уроках истории, как обучающимся, чему? Мы безответственно втягивались в военные конфликты. В конфликт под названием «Война с фашистской Германией» мы не втягивались. Мы этого конфликта, как могли, избегали. И нас потом за это так полоскали, что дальше некуда. Мол, преступный пакт Молотова-Риббентруппа. Не мы втянулись в конфликт с фашистской Германией. Фашистская Германия напала на нас без объявления войны 22 июня 1941 года. И что нам было делать? Чему тут нас должен научить наш горький исторический опыт? Значит, речь идет не о Второй мировой войне, а о Первой. Царь Николай II допускал много ошибок. Но мог ли он не участвовать на чьей-то стороне в Первой мировой войне? Он мог участвовать на другой стороне, но, как мы понимаем, у него были веские основания оказаться на этой. В любом случае, мировые войны не позволяют такой стране, как наша, избежать втягивания. Тогда о каких конфликтах речь? Кто, когда, во что втянул страну, остановив развитие? А ну, как это и не Сталин, и не Николай II, а кто-то другой, более прочно соседствующий с автором высказывания? Да и вообще, это говорится с оглядкой на далекое прошлое? Или в скрытой полемике с той же мунхенской речью Путина? А еще Медведев говорит о том, что на нас обрушивались революции. Что значит обрушивались? Революции — это не стихийные бедствия и не заговоры смутьянов. Это объективные исторические неприятности, вызванные объективными же причинами? В разговор о развитии оказывается вписанная определенная философия, согласно которой ответственное правление может обеспечить не втягивание и бесконфликтность. Что это за философия? Или, точнее, чья это философия? Первичный анализ не позволяет нам расшифровывать подобные неявные философемы. Для их расшифровки понадобятся другие методы, которые мы позже применим. Но зафиксировать наличие неявных философий мы обязаны уже на этом этапе. 27 февраля 2008 года на встрече с избирателями в Нижнем Новгороде Медведев повторяет, по сути, те же положения, которые высказаны ранее. Хочется, чтобы все-таки хоть какая-то передышка была, нам нужны десятилетия стабильного развития. Он также все определенно говорит, что его курс — это курс Путина. И что базовые принципы нашего развития были заложены в эстекшие 8 лет. Хотя формулировка были заложены сознательно размыта, заложены не значит реализованы, видно, что до Медведев в какой-то степени чем-то или кем-то побуждаем к признанию того, что развитие — это не его личное, а унаследованное им от Путина тема. Что или кто побуждает Медведева к этому не до конца ясно. С одной стороны, Медведев из предвыборных соображений нужно всячески повчеркивать свою преемственность. С другой стороны, такой ход может быть продиктован другими, собственно политическими, а не предвыборными, основаниями. Для того, чтобы во всем этом разобраться, надо взять короткий тайм-аут в том, что касается первичного анализа медведевских высказываний, и того, что их самым непосредственным образом оправляет. От первичного анализа нам надо теперь сделать шаг в сторону анализа сравнительно исторического. И понять, в какой степени и почему тема развития была в течение очень долгого времени абсолютно маргинализована, превращена в концептуального и политического изгоя. Часть 1. Высказывание, превращающийся в ябротекстен.